После нескольких дней перерыва, как ни в чем не бывало на занятия, в школе номер 128 возобновили уроки. 11 марта учреждение пришлось закрыть. Десятки школьников дружно испытали понос, рвоту, температуру и слабость. Кому-то даже пришлось вызывать скорую помощь. Многие родители были уверены, что дети отравились в столовой. Вам тоже плохо стало? Да, два дня рвало. А вы ели в столовой? Ел, но мне что-то подсказывает, что это связано с весной и чем-то. То есть ротовирус какой-то просто, да? Все начало. Прям сильно очень. А вообще какие-то претензии у вас есть к столовой? То есть у вас нормально кормят? Ну, по сути вкусно, да. Мы не питаемся. То есть мы из буфета булочки покупаем, чай. А, ну, а вы говорите вкусно, да? Да. Ну, то есть какой-то откровенно антисанитарии нет, да? Не видел, что было прям, все было как-то грязно, ну, нормально. Нам удалось пообщаться с женщиной, у которой заболел ребенок. Она отказалась общаться на камеру, говорит, многие родители школы вообще не хотят комментировать эту тему, ведь их детям еще сдавать экзамены. Именно по этой причине мы вынуждены во время интервью показывать голубя. Повально, прям буквально, знаете, ну вот в пару часов они все сплошняком пошли, 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 пошли. А как выходить вот сейчас? Мы тоже не знаем. Что это три дня дало, что-то нет. И что это в итоге было? Сегодня стало известно, что причиной кишечной инфекции у детей и педагогов стали норовирус и ротовирус. Результаты лабораторных исследований показали, что школьные продукты и вода соответствуют санитарным правилам, оборудование на пищеблоке и рацион питания в норме. Мы просто очень сожалеем, что дестабилизировали работу школы. И, конечно, напряжение правительской общественности усилилось. Мы пытаемся разъяснительную работу продолжать вместе, вместе с городом Барнаулу. Как утверждают в Краевом Минздраве, все дети, у которых была клиника кишечной палочки, на сегодняшний день здоровы. Однако по предписанию Роспотребнадзора сейчас в школе все же усилили контроль над уборкой, режимом проветривания и обеззараживания воздуха. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова